Приветствуем вас! Сайт floristics.org.ua предлагает ленивым или уставшим цветоводам отдохнуть и послушать статью о том, как сажать, выращивать и хранить георгины. Георгины – семейство астровых, одни из самых красивых и долго цветущих садовых цветов, представленных широчайшей палитрой расцветок и многоморазием форм. Цветут они с июля до самых заморозков, и это самое главное, кроме красоты, достоинство георгина. Первые клубни георгина были привезены в Европу из Мексики в конце XVIII века. Имя свое георгин получил в 1803 году от ботаника Карла Вильденау, назвавшего растение георгина в честь известного ботаника, этнографа и географа из Петербурга, академика Йогана Георгий. Насчитывается около 30 видов и около 15 000 сортов георгин. Особенности выращивания георгин. Формы, цвета и сорта георгина настолько разнообразны, что позволяют использовать их для украшения не только клумб, но и бордюрных линий, а также в качестве сольных и даже горшечных растений. Георгины ослепительно красивы, но при этом совсем неприхотливы. Главное, что требуется для их успешного роста и пышного цветения, правильно выбрать место посадки, обеспечить необходимый состав кочвы, своевременный полив и подкормку. Покупать саженцы нужно не раньше середины весны, причем клубни должны быть мясистыми и крепкими, с уже заметными, но не высокими ростками. Мягкий или сухой клубень лучше не брать. Сорта георгин. Классифицируются георгины по форме и строению соцветий. В современной культуре насчитывается 12 основных классов георгин, но по мере появления новых сортов появляются и новые классы. Итак, самые популярные сорта георгин. Простые георгины, имеющие один ряд цветков, достигающих в размере 10 см, высоту от 45 до 60 см. К простым георгинам относятся сорта «Еллоу Хаммер» , розовая «Принцесс Марий Оссе», красновато-оранжевая «Оранжат». Анемоновидные, от одного и более рядов краевых цветков, в середине цветки вытянутые трубчатые, соцветия достигают диаметре 10 см, в высоту от 60 до 90 см. Самые популярные сорта «Вера Хиггинс» бронзового цвета, желто-лиловая «Люси», красная «Комет». Воротничковые георгины, тех же размеров, но выше – от 75 см до 120 см. Имеют один краевой внешний ряд цветков. Поверх него находится ряд более коротких и скрученных цветков другого цвета, выглядящий как воротничок. Чимбуразо – красный с кремовым, «Ля Джоконда» – алый золотый, «Клерди Луна» – желтый с кремовым. Пиановидные георгины, чуть крупнее – от 12 до 15 см. Плоских краевых цветков от двух и более рядов, в центре – трубчатые цветки, в высоту достигают тех же размеров, что и воротничковые. Популярный «Эдшенейшн» лилового цвета и пунцово-красный георгин «Симфония». Декоративные – к ним относятся лиловые гигантские «Джоконда», крупные желтые «Теймс Вэлли», миниатюрные оранжевые «Дэвид Хоорд». У всех сортов махровые соцветия от 8 до 25 см в диаметре, высота – до 60 см. Шаровидные георгины представляют собой махровые соцветия круглой и иногда приплюснутой формы – шириной от 8 до 15 см и высотой от 90 до 120 см. Красного цвета «Дорин Хейс», желтый «Эсман» и красно-персиковый «Кричтон Ханэй». Помпонные, имеющие форму шара, махровые соцветия от 5 и более сантиметров в диаметре. Крывые цветки свернуты с тупыми или закругленными концами, в высоту достигают от 90 до 120 см. Розовые «Норин Холмарк» цвета лаванды и бледно-лиловые «Виллоус Вайерет». Кактусовые георгины имеют махровые соцветия диаметром от 8 до 25 см и более, высоту достигают 90 до 150 см. Краевые цветки свернутые, узкие и острые. Гигантский розовый «Дэнни», миниатюрный желтый «Пироэ», крупный красный «Визи», мелкий красный «Дорис Дэй». Полукактусовые – махровые соцветия диаметром от 8 до 25 см, высотой от 90 до 150 см. Краевые цветки свернуты от середины длины к концам. Крупные желтые «Нантенен», миниатюрные желтые «Еллоу Муд», среднего размера «Оранжевая от «Имфая» и белые мелкие «Вайтс Вэллоу». Нимфейные – похожие на водяные лилии, махровые, красивой правильной формы, в диаметре от 7 до 20 см, высоту – 70-130 см. Лиловые «Браш Стоукс», нежно-розовая «Генри Хок», белоснежная «Женетта». Смешанные – виды георгин, не похожие ни на какие другие из перечисленных сортов. Посадка георгин. Подготовка и процесс. Начать подготовку нужно с выбора места посадки. Цветок георгин терпеть не может сквозняков, но требует хорошо проветриваемого и освещенного места. Поэтому сажать георгины нужно на солнечном участке, защищенном от ветра. Почва на участке должна быть хорошо дренированной, водопроницаемой и питательной. Георгины могут расти в почве с недостатком или избытком кислотности, но оптимальной для них будет слабокислая или нейтральная среда. Если на участке почва слишком кислая, pH от 5 до 4, внесите в нее гашеную известь. Если же pH больше 8,5, можно подкислить почву торфом. Осенью при перекопке обогатите отведенный под георгины участок гумусом и компостом по 3-5 кг на квадратный метр. Весной перед посадкой опять рассыпьте на участке зрелый компост и немного древесной золы и забороните граблями. Чтобы избавить георгины от болезней и не дать им выродиться, желательно менять место посадки каждый год, давая отдохнуть почве от георгин хотя бы 3 года. Не сажайте георгины там, где до них росли астры или растения, подверженные грибковым заболеваниям. В апреле корни георгин следует подготовить к посадке, очистить их от сухих корней, удалить поврежденные места, обработав все срезы зеленкой. Затем клубни высаживают в емкость с питательной землей или торфом так, чтобы клубни георгина выступали на 2-3 см над поверхностью и держат их две недели при температуре не ниже 18 градусов при хорошем освещении. Как только появятся почки, клубни разрезают на части таким образом, чтобы на каждой была почка с корневой шейкой. Иногда один клубень дает 5 таких частей. Разделенные на части клубни нужно еще какое-то время проращивать в ящики, а затем, удалив боковые побеги, достигшие высоты 10 см, высадить в почву. Срезанные побеги можно использовать в качестве черенков, высадить в почву, поместить в темное место и хорошо поливать. Прижившиеся черенки высаживаются на постоянное место. Деление клубней и черенкование производится для увеличения количества посадочного материала и предупреждения вырождаемости растения. Если у вас нет такой необходимости, можете клубни не делить. Высаживать георгины в грунт можно тогда, когда земля прогреется. Обычно это делают в конце мая или начале июля. Ямки под георгины должны быть больше комка корней в три раза, чтобы корни георгины погрузились в них полностью и осталось еще 5-7 см. На дно ямки уложите слой перепревшего компоста или навоза, затем присыпьте навоз землей, чтобы не обжечь корни георгины. Уложите проросший клубень и прикопайте так, чтобы под землей оказалось несколько сантиметров стебля. Если вы выбрали сорт высокорослых георгин, установите и закрепите сразу опору для будущего стебля. После посадки обильно полейте саженцы холодной водой, а почву вокруг них замульчируйте 5-сантиметровым слоем мелкой древесной коры или опилок, предварительно перемешав их с торфом или компостом. Уход за георгинами Мульчирование участка с георгинами, кроме защиты растений от слизней, даст вам возможность отказаться от таких утомительных работ, как прополка и рыхление почвы, а также не позволит почве в знойные дни быстро высыхать. Поливать георгины нужно обильно 1-2 раза в неделю, если не идут дожди, но не позволяйте влаге застаиваться в корнях. Клупни георгин склонны к загниванию. В сильную жару сохранить влагу помогает окучивание после полива. Перед следующим поливом почву от стеблей нужно отгрести, полить растения, а затем опять окучивать. В процессе роста подкармливать георгины нужно каждые 2 недели, чередуя минеральные удобрения с органическими. Аммиачная селитра , настойка коровяка или птичьего помета . С появлением первых почек начинают вносить суперфосфат и калийные удобрения из расчета 30 г на ведро воды. Этого хватает на 8 кустов. Поскольку георгин – полный стебель, и сильный ветер или дождь могут сломать его, необходимо подвязать георгин к опорному колышку. Если же стебель все-таки сломался, попробуйте наложить на него шину. Приложите к стеблю прочную ветку, закрепите ее и подоприте стебель, чтобы его не клонило. Своевременный и внимательный уход за георгинами может сохранить даже сломанный побег, который наградит вас за заботу красивым цветениям. Если вас интересует не количество, а качество соцветий, не оставляйте в кусте больше трех побегов, иначе соцветия будут меньше по размеру и не так декоративны. На каждом цветоносе нужно оставить один-два бутона. Отсветшие бутоны удаляйте, чтобы они не задерживали формирование и рост новых. На протяжении всего сезона старайтесь удалять нижние боковые побеги у георгин высоких сортов. Эти отростки потом можно использовать как черенки. У низкорослых, побонных, кактусовых и у одиночных кустов георгин боковые побеги можно не удалять. Молодые сочные стебли георгин привлекают слизней, а бутоны – уховерток. Поэтому при появлении первых признаков агрессии вредителей примерно раз в неделю обрабатываете кусты в вечернее время отварами полыни или чистотела. В жару опрыскиваете георгины системными инсектицидами от трипсов, тлей, клещей и гусениц. Больше всех вредителей георгины любят тля. Попробуйте проверенный дедовский способ борьбы с ней – опрыскивание растений мыльным раствором. Уборка клубней георгин. После первых заморозков клубни георгинов нужно выкопать, обрезать оставшуюся листву и пагоны, оставив лишь 5-10 см стебля. Некоторые садоводы обрезают стебли и листья за несколько дней до выкапывания клубней. Но если на срезанную часть попадет влага, основание стебля может подгнить, поэтому, срезав стебли, сразу укроете георгины алюминиевой фольгой. Шейка клубни отличается особой хрупкостью, поэтому начинайте выкапывать клубни утром в сухую погоду, чтобы они успели просохнуть на воздухе и стать менее ломкими. Кроме того, с просохших клубней легче удаляются остатки почвы. Обкопайте растения с четырех сторон на расстоянии примерно 30 см от стебля, чтобы обрезать длинные проводящие корни. Подведите вилы под земляной ком и вытолкните его из земли. Тщательно очистите с клубней комья земли и переверните их для просушки. Когда выкопаете все клубни, промойте их из садового шланга об почвы, в которой содержатся микроорганизмы, несущие заболевания. Не запаздывайте с уборкой клубни, потому что после первых заморозков может наступить потепление, и спящие в клубнях почки могут проснуться и начать прорастать, что губительно для растений такое время. Как хранить георгины зимой? Правильное хранение георгин зимой – 90% успеха в их выращивании. Оставляемые на зимнее хранение клубни не должны слишком высыхать, потому что после этого они дают слишком слабые ростки. Недостаточное же просушивание приводит к тому, что корни во время хранения загнивают. Если на клубнях обнаружены какие-то механические повреждения, их нужно подрезать, а срезы присыпать древесным углем. Корнивые шейки, чтобы они во время хранения не гнили, припудривают золу или мелом. Лучше всего хранить клубни георгин при температуре 3-5 градусов и при влажности воздуха 60-70% в хорошо проветриваемом помещении. Подходит для этого сухой подвал, но хранимые рядом овощи могут создать повышенную влажность, увеличивающий риск возникновения гнили и грибковых заболеваний у клубни. Можно положить клубни в ящик на слой сухого торфа и торфом же присыпать. Можно вместо торфа использовать опилки хвойных пород или песок. Если вдруг клубни начнут подсыхать или увядать, изолирующий материал слегка увлажняет. Если в подвале нет вентиляции, придется три раза в неделю на полчаса включать вентилятор. Если у вас нет ни подвала, ни погреба и вам приходится хранить клубни георгин в квартире, поместите ящики с клубни в самом прохладном месте, рядом с балконом. Можно сложить клубни в полиэтиленовые пакеты с изолирующим материалом и туго завязать. Некоторые цветоводы, завернув каждый клубень в газету, укладывают их в полиэтиленовый пакет, который кладут в картонную коробку и ставят в прохладное место, например, на застекленную лоджию. Только в этом случае вам придется все время следить за температурой на улице, чтобы резкое похолодание или заморозки не погубили ваш посадочный материал. Меньше всего для хранения клубни георгин подходят теплые и влажные помещения, но можно сохранить их даже в таких неподходящих условиях, если покрыть клубни парафином. Растопите на водяной бане парафин, погрузите в него на секунду клубень, дайте несколько секунд пленке затвердеть и опять опустите клубень в жидкий парафин. После процедуры парафинирования поместите клубни вместе с сухим торфом, песком или опилками в целлофановый пакет и плотно его завяжите. Перед посадкой эти клубни нужно будет слегка потереть, чтобы пленка растрескалась. В течение зимы не забывайте осматривать клубни, чтобы иметь возможность вовремя устранить вероятное появление гнили. Пораженные участки нужно очистить до здоровой ткани и обработать порошком древесного угля из лиственных пород или зеленкой. Надеемся, наш рассказ помог вам найти ответы на ваши вопросы. Мы будем благодарны, если вы поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях и оцените ее непосредственно под статьей. Также будем рады вашим комментариям. Всего доброго! До новых встреч на floristics.org.ua